Мой доклад посвящен старту бизнеса в информационной безопасности. Есть здесь люди, кто серьезно вынашивает идею начать свое дело, свой бизнес в информационной безопасности? Руку поднимите. Есть такие вообще? Кто прям вынашивает планы, идеи серьезные какие-то? Не так там? Было бы клево. Ну немного. А есть те, кто считает, что бизнес вообще не его? Однозначно не мое, заниматься точно никогда этим не буду. Есть такие? Есть? Тоже немного. Остальные, я так понимаю, в стадии неопределившихся. Хорошо. У меня катастрофически мало времени, поэтому, конечно, рассказать обо всех тонкостях просто невозможно. Я постараюсь взять основные моменты. Для начала, чтобы было понятно, я возглавляю компанию, которая существует уже 5 лет. Мы начали ее абсолютно с нуля. Сейчас это 15 человек. Мы создаем программный продукт, ориентированный на… Ну, предназначенный для компаний, да, корпоративный продукт. В этом году у нас количество клиентов достигло числа 100 корпоративных, и это в страновом представлении России, Беларуси, Казахстана. Это, чтобы было вам понятно, каким опытом я буду с вами делиться. Для тех, кто опасается или не знает, нужно стартовать бизнес, не нужно стартовать бизнес, расскажите, что мешает, что останавливает, что пугает больше всего. Так, нет денег, хорошо. Есть еще какие-то страхи, которые прямо останавливают? Не выстрелит. То есть неуверенность в собственных силах? Все? Ну, окей, да, хорошо. Иногда я слышу о том, что у нас вот вообще проблема, бизнес, это налоги будут из тебя выжимать все до последнего и так далее. На слайде написано, да, если вы стартуете бизнес в информационных технологиях в России, ваш налог с продаж 6%. Это не 20%, которые в Великобритании, это не от 20% до 40%, которые в Соединенных Штатах, всего 6%. А если… Секунду, да. А если вы платите еще и пенсионное числение, этот налог может сократиться до 3%. Это хорошая часть, а это плохая. 50% того, что вы платите в качестве зарплаты, ну или вы получаете сейчас как работники, вы об этом не догадываетесь, но 50% от того, что вы получаете, компания отдает в разные внебюджетные фонды государству. В виде налогов, отчисления в пенсионный фонд и так далее, и так далее, и так далее. Если вы стартуете бизнес, это ложится, соответственно, на вас. Но есть хорошая новость. На самом деле эту цифру можно уменьшить совершенно легальными способами. Это и, как вариант, зарегистрируется в качестве IT-компании. Для IT-компании есть пониженные взносы. Можно вступить в Сколково. Можно, особенно если вы начинаете только на начальном этапе, у вас несколько человек, вы все партнеры, вы не платите себе зарплату, вы получаете деньги в виде дивидендов, например. Дивиденды налогом не облагаются. Соответственно, есть совершенно легальный способ эту цифру уменьшить. Поэтому, если вас останавливают страшилки по поводу того, что у нас в стране бизнес облагают непомерными податями, это неправда. Вот сейчас идет такая реклама по телевизору везде от пенсионного фонда о том, что с серой зарплаты не формируется ваша пенсия, требует от работодателя белую зарплату. И еще, о которой мало, наверное, кто задумывается, но, к сожалению, в нашей стране уже три года ни с чьей зарплатой не формируется пенсия. Поэтому, если вы думаете, что сейчас у вас замечательный белый оклад, высокая должность, и вы в старости будете пожинать плоды своего труда, это не так, если вы сами об этом не задумаетесь. Ну, есть разные способы. Не обязательно стартовать бизнес, вы можете откладывать деньги, каким-то способом их накапливать и так далее, и так далее, но просто помните об этом, что на самом деле все, что вы делаете сейчас, в копилку вам не пойдет. Вопрос, где стартовать бизнес? Здесь, в России или там, за рубежом? Плохая новость для тех, кто хочет стартовать здесь, в России. Кто знает компании, которые начались в России и с успехом вышли на международный уровень? Кроме лаборатории Касперского. Нет, нет, давайте информационную безопасность возьмем. Яндекс хорошо, хороший пример. Позитив, да. Инфовочь. Да, ну, хотя эти компании добились определенного уровня, безусловно, международного, но явно не стали нигде лидерами, да, пока. Я надеюсь, пока, конечно. Еще, есть примеры? Ну, это хорошо. Да, 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 digital security, конечно же. Но этих примеров очень мало, катастрофически мало. Да. Это то, что в минус, да, шансы, что вы сможете начать бизнес здесь и потом увести его туда, очень мало. Хотя это именно то, что пытаемся сделать мы сейчас, наша компания. Можно начинать там. Окей, но в любом случае, если вы хотите стартовать бизнес, вы должны стартовать его на том рынке, который вы знаете, и в той области, которую вы знаете. Я не возьмусь открывать отель. Я ничего не понимаю в гостиничном бизнесе. Я прогорю однозначно. А все примеры бизнесов, которые вы, допустим, будете изучать, там, узнаете, как это все начиналось, люди работали в отрасли. Работали несколько лет, поняли, где какие связи, обзавелись контактами, обзавелись пониманием отрасли. После этого начали свой бизнес, добились результатов. Хотите начать бизнес за рубежом? Тогда уезжайте туда, работайте там, не знаю, в консалтинге, в разработчике, где угодно, чтобы понять ту сферу, в которой вы потом будете запускать бизнес. Понимать рынок, на котором вы собираетесь запускать бизнес. Просто так, а-ля, хоп, поехали в Америку и что-то там сделали. Я не знаю таких примеров. Не сработает. Еще одна вещь. Первым делом самолеты. Как только вы начнете бизнес, ваша личная жизнь подвергнется очень серьезным испытаниям. Если она при этом еще наполнена семьей, детьми, ипотекой и прочими вещами, она подвергнется испытаниями вдвойне. И на самом деле есть немало примеров, когда вы можете просто стать перед выбором. Или вы закрываете бизнес, или вы закрываете семью. Плохой вариант, но он, к сожалению, возможен. Поэтому я не призываю, конечно же, если вы решили начать свой бизнес, разводиться. Но если пока еще вы молоды и не нагрузили себя социальными обязательствами, это отличный момент для старта бизнеса. Потом будет в десятки раз сложнее. Я знаю, что я говорю. У меня семья, двое детей. Это очень непросто. Поэтому первым делом все-таки самолеты, если у вас такая цель стоит. Еще один момент. Если мы говорим про ИБ, про IT, это отрасль, в которой доминируют технологии. То есть инженерное мышление. Это логично, это понятно. Но проблема, которую часто я замечаю, связана с тем, что люди создают продукт. Классную технологию или что-то еще. Но клиенту, по большому счету, порой не важно, на чем вы сделали. На каком языке вы написали, какие вы там классные алгоритмы разработали. Важно, решаете вы его проблему или не решаете. И насколько удобно и где-то, может быть, даже красиво это все выглядит. Вот этот момент очень многие компании, особенно в России, упускают. Вопрос эргономики продукта, его эстетики. Насколько человеку приятно держать его в руках. Если это софт, насколько с ним удобно работать. Дизайн. Это на самом деле не последняя вещь. Конечно же, это нужно уметь обернуть в красивую обертку. Иначе вы это не продадите. Конечно же, нельзя выпускать технологии. Но и только фокусироваться на них тоже невозможно. Иначе вы получите продукт, которым могут пользоваться гики. Это хорошо, но это не бизнес. Многие знают, да, про Стива Джобса. Но чуть меньше людей знают, что его бы не было, если бы не было Возника. Но если бы был только Возник, не было бы Apple. Поэтому и тот, и другой аспект очень важны. Нельзя их упускать. Если вы думаете, что ваш замечательный продукт сразу возьмут и побегут продавать, партнеры какие-то, кто-то еще. Неправда. Первое время вам нужно продавать продукт самим. Вам придется это делать, потому что если вы просто расскажете о нем какому-то партнеру, дистрибьютору, кому угодно, и будете ждать, что он тут же побежит продавать ваш продукт всем своим клиентам, это неправда. Просто потому, что ваш продукт непонятен, у него нет имени, у него нет истории, возможно, еще даже нет клиентов, и поэтому шанс его продать гораздо меньше. Сейлс-менеджер в конкретной компании, партнере будет думать, зачем мне сейчас продавать этих непонятных ребят, когда проще продать еще раз семантик или там, не знаю, позитив, может быть, даже. Быстрее заработай свои деньги. Поэтому продавать нужно самим. Если хотите жить, кушать, и чтобы бизнес развивался. Более того, это отличная возможность понять, реально нужен ваш продукт или нет. Когда вы понесете, покажете его, и человек вам скажет, да, мне клево, мне это нравится, я беру, или нет. Ребят, ерунда вообще полная. Если продажи у вас не идут, всего три проблемы может быть на самом деле. Вы плохой продавец, у вас плохой продукт, или вы продаете его не тем людям. Все, других вариантов нет. Если не получается, ищите проблему здесь. Возможно, вы плохой продавец. В этой ситуации еще один момент. Клево стартовать бизнес, наверное, клево, не знаю, одному. Ну, ты такой мачо, воин, поднял бизнес сам и так далее. Но в реальности для того, чтобы запустить бизнес, нужны абсолютно разные компетенции. Нужен человек, который умеет продавать. Ну, или нужна компетенция, умение продавать. Не гнушаться этим, не бояться этого там и так далее. Нужны люди, которые умеют делать маркетинг, люди, которые умеют делать сам продукт. То есть на самом деле очень широкий пласт компетенций. Если вы сочетаете в себе все эти компетенции, клево, вы гений. Отлично. Но даже в этой ситуации вы один сами все не потянете. Здесь есть два варианта. Либо вы нанимаете людей, которые будут вам помогать. Но тогда вам нужны деньги. Потому что люди за просто так работать не будут. Второй вариант – найти партнеров. Людей, которые с вами бок о бок будут работать, не получать никакой зарплаты, просто работать за то, что они владеют долей в бизнесе. Здесь, конечно же, есть минус. Плюс в том, что вы не платите. Минус в том, что, конечно же, выбирать партнера нужно точно так же, как выбирать жену. Этот человек или эти люди – это те, с кем вам предстоит в одном бизнес-окопе провести от 5 до 10 лет. Вместе, бок о бок, каждый день видеть этого человека, сталкиваться с его тараканами в голове и прочее. Если вы не переносите этого человека, все. Конфликт между партнерами и основателем бизнеса заканчивается развалом бизнеса. Других примеров нет. Поэтому это аспект очень важный. Если вы просто так вот, а, давай, вперед, зная, что, может быть, даже, что вы как-то вот не стыкуетесь с этим человеком, вы с ним начинаете бизнес, очень высокий шанс, что у вас все развалится. Когда партнеров несколько, есть возможность распределить компетенции. Кто-то классно продает, кто-то классно делает продукт, кто-то, возможно, умеет делать что-то еще хорошо. У меня совсем мало времени осталось, я прямо ускорюсь. Может, кто-то играл в эту игру. Это игра, известная в 90-х, экономическая стратегия, транспортный магнат. Фишка основная из нее в том, что периодически там возникают такие некие возможности. То есть за то, чтобы выполнить какую-то операцию, дается дополнительные деньги. То же самое в реальном бизнесе. Ищите возможности, за которые вы можете зацепиться. Это может быть compliance, это может быть реальная боль и проблема у заказчика. Что угодно, но ищите ее. Если вы просто делаете продукт, потому что это классно, шанс, что вы найдете широкую аудиторию, очень маленький. Дальше. Бизнес – это планы, цифры, бумаги. Если это не хобби, вам предстоит со всем этим столкнуться. Просчитывать экономическую составляющую. Хватит ли у вас денег, чтобы выплатить зарплату. Куда потратить очередную сумму, которая пришла, на какое развитие и так далее. Это все планы, бумаги, отчеты, налоговые и прочее. Это неотъемлемая часть бизнеса. Либо вы, кто-то из вас, из вас партнеров этим занимается, либо у вас не бизнес, у вас ничего не получится. Немного осколково. Вот так примерно все его представляют. И больше всего ругают, это какая-то непонятная стройка, какие-то таджики что-то там делают. Туда уходит тонна денег. И вообще что это такое? Наша компания является участником Сколково, поэтому на самом деле реальность немножко другая. Да, в инфраструктурном плане там пока полная беда. Но в остальном экосистема уже существует и развивается. То есть Сколково реально может дать вам финансирование, бизнес-поддержку. Например, в июне месяце порядка 10 компаний едет в качестве бизнес-миссии на InfoSecurity London. Ничего не платят при этом. Доп-сервисы различные за небольшие деньги. Поэтому гнушаться этим уж явно точно не стоит. Это отличная возможность. Ну, про инвестора не успею я рассказать. Как его искать, на что обращать внимание. Скажу сразу, что мы искали инвестирование, и в принципе мы рассматриваем предложение, но на рынке информационной безопасности людей, которые понимают эту отрасль, точнее инвесторов, которые понимают отрасль информационной безопасности, готовы укладывать стартапы, в России крайне мало. А если возьмете западный инвестиционный фонд или что бы то ни было, ему нужна история за рубежом. Сколько бы у вас ни было клиентов в России, ему плевать. Если хоть один клиент за рубежом, уже хорошо. Когда выходите на зарубежные рынки, как можно скорее, как только у вас появляется такая возможность. Мы пока взяли, ну, в первую очередь, мы, конечно же, начали осваивать ближние зарубежья, потому что это культурно ближе к нам и проще выходить на людей. В этом году мы пробуем, соответственно, уже Европу, Ближний Восток. Там все сложнее, конечно же, но это делать надо, потому что вариться просто в России можно, но кому-то это может быть интересно, под импортозамещение, отгружать технологии и так далее. Нам нет. Я завершаю уже. На самом деле риски предпринимательства очень переоценены. Самый большой риск, как я уже сказал в начале, это в 60 лет осознать, что вы живете на пенсию, а ее нет. Маленький нюанс. Я, в принципе, обрисовал такую некую благостную картину. Конечно, бизнес – это кровь, пот и слезы. Потому что вот когда я регистрировал компанию, в фирме, которая помогала мне это сделать, висело такое сообщение, которое якобы принадлежит Владимиру Путину, может быть, что тем, кто открывает свое дело, нужно давать медали за мужество. Медали просто так не дают. Часто медали дают вообще посмертно. Это я к тому, что, конечно же, предпринимательство – это очень тяжелая ноша. Вы берете ответственность не только за себя, но еще и за тех людей, которые на вас начинают работать. Вы начинаете думать, а придут ли очередные деньги, чтобы было заплатить там зарплату или вложиться во что-то. Это не то, что вы получаете на счет каждый месяц, и вы спокойны. Совсем не так. Есть куча разных приколов, например, таких, как то, что вы слышали, банки лопаются, нас каждый день отзывают по одной-две лицензии. Если ваша фирма держала счет в этом банке, пока физики получат свои деньги назад, юридическое лицо нет. И много других таких приколов. Поэтому, конечно же, это тяжелый труд, очень непростой. Все. Мои контакты на слайде. Вопросы есть. Ну что ж, тогда я пожелаю успехов всем тем, кто решит встать на этот непростой путь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...